Хоум-кредит уходит с российского рынка. Чешская инвестиционная группа PPF и ее дочерняя структура объявили о продаже банка и других своих активов. В рамках сделки казахстанский хоум-кредит, который в свою очередь является дочкой российского хоум-кредит энд финансбанк, будет продан. С деловым обзором к нам подключается моя коллега Камила Тастанбекова. Казахстанский банк хоум-кредит перейдет под прямое владение акционеров и топ-менеджеров PPF Group и хоум-кредит групп. Как уточняется, сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов. Какую сумму доверили казахстанцы на приумножение банкам? В апреле депозиты населения в БВУ составили порядка 13 триллионов тенге. За год вклады физических лиц прибавили почти 13%. По подсчетам аналитиков Ранкин Киезет в плюсе оказались 18 из 22 компаний. Абсолютным лидером стал РБК. Этому банку за год удалось нарастить объем депозитов практически в два раза до 300-350 миллиардов тенге. Второе место занял от басы банк плюс 45%. Чтобы в будущем приобрести свое жилье, казахстанцы накопили около 2 триллионов тенге. Замыкает тройку лидеров Алтынбанк. Число депозитов у него выросло на 38%. Сумма превысила 200 миллиардов тенге. Отмечу, что в первом квартале этого года, который охарактеризовался вспышкой микрона в мире и январскими событиями в нашей стране, а затем уже и конфликтом между Россией и Украиной, объемы розничных вкладов в банках второго уровня сократились почти на 2,5%. В самом заметном минусе оказался попавший в санкционный список российский дочерний финн-институт Сбербанк. В 20 тысяч раз увеличился оборот тенге на московской бирже. По данным площадки за последние два месяца интересы россиян с традиционно популярной парой рубль-доллар сместились на другие валюты. Помимо казахстанского тенге, взрывной рост спроса со стороны населения на мосбирже зафиксировали и по юаню. Число операций с китайской национальной валютой выросло в 200 раз, а с турецкой лирой этот показатель увеличился ровно в 20 раз. Также частные инвесторы впервые начали совершать сделки с белорусским рублем. При этом объем операций с евро остался на уровне прошлого года. Эксперты считают, что население таким образом пытается диверсифицировать портфели и конверсировать деньги в валюту страны для возможного переезда или перелокации бизнеса. Но это только одна из версий доверия к доллару и другим западным валютам снизилась в связи с перестройкой торговых и финансовых потоков, говорят специалисты. Дойти до многонедельного пика ценам на нефть помог не только подорожавший в Штатах бензин. Как передает Reuters, этому также способствовали опасения участников рынка по поводу шестого пакета санкций по отношению к России. Страны ЕС включили в него эмбарго на импорт черного золота. Министрам иностранных дел стран ЕС не удалось согласовать новый свод ограничений. Против нефтяного эмбарго выступила Венгрия. Позиция Будапешта такова. В случае отказа от российских поставок Европейский Союз должен компенсировать затраты на перестройку энергетического сектора страны. Нефтяное эмбарго для Венгрии обойдется полной модернизацией системы энергоснабжения. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на топливо на 50-60%, а также на все продукты. После длительного затишья к росту перешли цены на нефть. Впервые с марта стоимость марки Brent превысила 115 долларов за баррель. Цена фьючерсов на WTI в ходе торгов на бирже составила 113 долларов. Накануне котировки североамериканского сорта поднимались даже выше эталонной марки Brent. В моменте два этих контракта практически сравнялись в стоимости. Причиной этому послужил резкий рост цен на бензин в США. Несмотря на то, что американские нефтеперерабатывающие заводы начали увеличивать загруженность своих мощностей, для повышения поставок в стране все еще наблюдается дефицит топлива. Тем временем запасы в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократились до 538 миллионов баррелей. По данным Министерства энергетики страны, это минимум с 1987 года. Этот фактор также толкает котировки черного золота вверх. Кроме того, рынок все еще пристально следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. Там, вопреки запрету властей, снова начали добывать криптовалюту. По информации Bloomberg, майнеры Поднебесной получают биткоины и другие цифровые активы, используя VPN. Этот сервис помогает им скрывать реальное расположение вычислительных мощностей, а контролирующие органы не распознают их активность, так как она отображается как зарубежная. Напомню, в прошлом году правительство КНР запретило майнинг криптовалют и любые операции с ними. Главный аргумент – высокая волатильность курса цифровых активов и возможность использовать их для отмывания денег. Отмечу, что на Китае сейчас приходится около 20% мирового рынка майнинга. На этом у меня все на сегодня. До встречи. Спасибо, Камила. КОНЕЦ